Привет, друзья! Предлагаю сегодня разобраться в последних тенденциях в мире молодежного сленга и скорее начать использовать самые модные слова 2021 года в своей речи. Меня зовут Рита, вы смотрите Puzzle English. Гири ап! Начнем, пожалуй, с самой наболевшей темы. Вы знаете, кто такая мисс Рона? Подумайте хорошенько, потому что вы точно о ней слышали. А если я скажу, что по-другому эту мадам называют the vid, догадались? Речь идет о коронавирусе. Чтобы не говорить слишком формальное COVID-19, носители английского языка решили сократить это длинное и официальное название и с осторожностью говорят мисс Рона или the vid, например. Как говорится, мем смешной, ситуация страшная. Но не будем о грустном. Второе по популярности слово 2021 года – yit. Изначально это было название движения в хип-хопе. Затем, после одного вирусного видео, так стали называть бросание предметов с высокой скоростью ради забавы. А потом у слова yeet появлялись разные другие значения. А сейчас это синоним слова yes для выражения радости или удовольствия. Sus – это сокращение от слова suspicious – подозрительный. Если кто-то вам пишет, что вы можете не возвращать ему взятый в долг деньги, смело отвечайте ему Раньше слово lit на сленге обозначало, что кто-то пьяный. Но несколько лет назад это слово приобрело новое значение, в котором оно активно используется сегодня. Пойдем на вечеринку, там круто. Lit – это классный. Синоним exciting или excellent. Похожее на lit слово dope. Так говорят о чем-то нереально крутом. Yo, that new shirt is dope. Кстати, у этого слова есть противоположное значение. Если вы называете кого-то dope, значит этот человек, мягко говоря, не очень умный. He's a complete dope. Слово cap когда-то имело значение стрелять. Сейчас cap используется как синоним слова lie. I didn't steal anything. That's cap. Я ничего не крал. Это ложь. Также cap можно использовать как глагол. Stop capping. Хватит врать. Если вы хотите показать серьезность своих высказываний, можете сказать no cap, что будет синонимом seriously или no lie. А если вы или ваш друг вдруг опозорились, вы можете выразить свое смущение одним из самых модных сленговых выражений 2021 года. Мой краш слышал, как я о нем рассказывала, и теперь он думает, что я ненормальная. Вот блин. Sleep on – это недооценивать, не придавать должного значения кому-то или чему-то. Например, вы обожаете Игру Престолов, вашему другу она совершенно не нравится. Вы можете сказать ему Чувак, ты зря так насчет Игры Престолов. Надеюсь, после просмотра этого видео вам никто не скажет, что все давно уже sleeping on something you like. Будьте в тренде, учите английский язык легко и с удовольствием. С вами была Рита, канал Puzzle English. Peace out.